Традиция Добрый вечер, здравствуйте, я рада вас видеть, спасибо, что пришли, спасибо, мои дорогие Я так припоминаю, напомните, о истории этого названия, это ведь же вполне реальная фаза реального человека Как вообще их? Название книги «Ангелы на льду не выживают» это прямая цитата из статьи известного журналиста спортивного Артура Вернера Который почти 40 лет пишет в фигурном катании, он знает о фигурном катании абсолютно все Он любезно согласился быть одним из моих консультантов, терпеливо отвечал на все мои вопросы Порой совершенно дурацкие, тупые, ну, по крайней мере, для многих специалистов Они, наверное, были скучны, но он не жалел времени и на все вопросы мои отвечал Вот в его статье, посвященной 60-летию Татьяны Тарасовой, была такая фраза, цитирую ее дословно Конечно, Тарасова не ангел, двоеточие Ангелы на льду не выживают Когда я эту фразу прочитала, я просила у него разрешения Использовать ее в качестве названия с обязательной ссылкой на него Он такое разрешение дал, поэтому Слава Богу, мне удалось отвоевать в издательстве это длинное и не понравившееся им название И книга, текст книги предваряется эпиграфом, в котором стоит имя автора этой фразы Добрый день, уважаемая Марина Анатольевна Здравствуйте, спасибо за очередную встречу, очень вас рада видеть Я сейчас читаю не последнюю про Каменской, а «Жизнь после жизни», когда она наконец свободна Пока еще до книги не дошел Вопрос мой в следующем Насколько автор может контролировать то, что снимается по его книгам? Ни насколько Вообще никак? Никак То есть ваше отношение к тому, что было снято и к тому, что написано, оно различается? Да, конечно Дело в том, что, как говорит моя мама, ложишься спать с собакой, готовься проснуться в плоху Если ты так дорожишь своим бесценным текстом и не готов пожертвовать ни единым словом и ни единой мыслью Не продавай права на экранизацию Я их продала Да, я так поступила Права я или не права, другой вопрос, жалею я об этом или не жалею, другой вопрос, но я их продала Результат налицо Автор мешает производителю сериала и вообще производителю кинопродукции Потому что производителю нужно снять что-то такое, что стопудово будет смотреть аудитория его канала Вот очень характерный пример с экранизацией книги «Взгляд из личности» Весь книга, мне кажется, вероятно, она прошла Это не детектив, это семейная сада, длинная, в трех томах, совершенно верно Когда у меня покупали права, у меня главная героиня умирает в этой книге Только Марина Анатольевна, ее бы останется жива Ну как жива? В том, что она умерла, есть смысл Вся книга пишется для того, чтобы показать, что нельзя так жить, как жила она Это ведет к саморазрушению гибели Нет, ну что вы, наши зрители этого не поймут В своих книгах, ну, в первых, вы поднимали очень интересные темы Тема смерти в седьмой жертве, тема мести, никто не хотел убивать Там были в основном тема выбора, тема греха Вот какая тема сейчас, в ваш период жизни, в данный момент вас интересует И будет ли она отражена в какой-либо книге? Сейчас припомнят вам сагу про адвокатусы? Нет, нет Тут есть люди, которым хочется спросить про сагу про адвокатусы, знаю Сейчас я собираю материал и пытаюсь как-то составить, разработать фабулу следующей книги В которой, собственно, меня интересует Тема давно меня интересующая И, как или иначе, я ее в многих книгах уже трогала Как осторожненько пальчиком говорила Как дисколапкой Это вопрос о том, что все имеет две стороны И любое злое деяние имеет свою положительную сторону И любое доброе дело имеет свою отрицательную сторону Все зависит от того, кто смотрит и на какую именно сторону То есть как-то вот двойственность Как учили нас когда-то в университете умному слову Дуализм в курсе философии Дуализм всего, что нас окружает и всего, что с нами происходит Не дает мне покоя Нет ничего однозначно хорошего и однозначно плохого Все, и то, и другое И я очень надеюсь, что в этой книге мне удастся как-то Более неробко к этой теме подобраться Но может и не получиться Тогда буду стараться в следующей книге Искупайте волосы от нашего сегодняшнего автора Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!